Здравствуйте! С вами новости на Первом Карагандинском, в студии Анель Шелкарбек. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Жители дома на проспекте Шахтеров жалуются на некачественно проведенный ремонт. Прошел ровно год с момента авиакатастрофы под Алматы. Некоторым питомцам Карагандинского зоопарка порюбился новый десерт. Жители дома на проспекте Шахтеров жалуются на некачественно проведенный ремонт. По их словам, управляющая компания пообещала привести многоэтажку в порядок. В итоге, спустя год от выполненной работы не осталось почти ничего. Подвал по-прежнему переполнен водой, а недавно установленный лифт перестал работать. В проблеме разбирался наш корреспондент. Как я могу объяснить, что с этим делается? Просто канализация? Дом построенный? Кнопочку? Вот, кнопочка загорается, играет музыка. Сейчас этого нет. Здесь табло показывал, на какой... Даже 30-ти градусный мороз не помешал жителям дома номер 31 на проспекте Шахтеров выйти из теплых квартир и рассказать журналистам о своих проблемах. Надежда Ушакова проживает в этом доме уже более 13 лет. По ее словам, люди устали от постоянной грязи и чудовищной вони. Люди рассказывают, два года назад шефство над их жильем взяла на себя управляющая компания, пообещав провести капитальный ремонт дома. От них пользы у нас никакой нет. В подвале вода, комары, вонищи. У меня вот уже с мая месяца в квартире нет горячей воды. Добиться ничего не могу. Никто ничего не знает. За подвал они все говорят, уклон не такой, уклон не такой. Ну за что мы платим деньги тогда? Не такой уклон не берите. Обещали, как говорится, золотые горы, чистоту, порядок и уют, утверждают жильцы. А в итоге за баснословную сумму, которую люди обязаны выплатить в течение 10 лет, карагандинцы получили ряд некачественных косметических работ. Дворник во многоэтажке пока не появился. Нет уборщицы, которая могла бы поддерживать порядок в подъездах. Уличное освещение тоже работает с перебоями. Они нам должны были почистить подвал, чтобы там, как говорится, у нас сухо было. Но главную опасность для благосостояния дома представляет подвал, который до сих пор полон воды. В доме в основном проживают пенсионеры. По их словам, из-за ужасной сырости дом в любой момент может начать рушиться. По словам жителей дома, ремонт на время решил эту проблему. Однако спустя почти год вода вновь стала прибывать. Подтверждение от того, что у нас без конца сырость в подвале. Что толку, что они делали ремонт. Все оно уже отлетает. На этом проблемы у многоэтажки не заканчиваются. В подъездах из растрескавшихся старых труб во время стирок бежит мыльная вода. А в некоторых квартирах происходит перебой с подачей горячей воды. В связи с тем, что подрядчик, выполнявший монтаж теплового пункта, провел работы по монтажу неправильные. В связи с этим получается, что уровень температуры воды в межсезонье весной и осенью становится низким. В следствии ужасной сырости мертвые мухи на подоконниках и живые комары в подъездах и квартирах. Даже лифт, который был заменен на новый, работает несколько раз в неделю. В остальное время кабинка стоит открытой. Заходи, кто хочет. Будем говорить честно, ваш дом состоит из четырех домов. Мы сами заинтересованы в том, чтобы воды не было. Директор ТОО «Жилсоцсервис» Нуртай Ашляев встретился с жителями дома для того, чтобы разобраться в ситуации. По его словам, еще при возведении здания в 80-е годы было допущено нарушение. Дом строился в три захода, поэтому в нем не был учтен контур уклона. Именно из-за этого в подвалах скапливается вода. Мы обратились в Караганда-СУ. Их специалисты и наши специалисты выехали, определили и по наступлению теплых дней, скорее всего, приступят к замене 16, по нашим прикидкам, 16 метров трубы и уклон там изменить надо. Перед тем, как проводить ремонт, люди сами рассказывали о дефектах, которые необходимо было устранить. Что же касается внешнего вида подъездов, а также слезающей со стен краски, Нуртай Ашляев объясняет просто. Самим жильцам необходимо более тщательно ухаживать за своим подъездом. Этот дом не состоит на балансе у слугодателей. Не состоит. Ему 20 с лишним лет. Не состоит. Кто виноват в этом, я не знаю. Мы все письма уже в кому только не обращались. Может быть, осознанно идут на это, что не хотят принимать этот дом, потому что он проблемный. Но мы все равно своего добьемся. Этот дом должен быть принят на баланс. В феврале этого года будет восстановлено уличное освещение. Пока наблюдается нехватка рабочих кадров, к примеру, тех же дворников. Нуртай Ашляев попросил людей, проживающих в доме номер 31, не переживать, так как общими усилиями они смогут добиться решения всех проблем. Быстрее, чем мы. Никто им не поможет. По крайней мере, к этому мы стремимся. Вот. И раз уж мы взяли, все равно мы добьем это дело до конца. Видать? Вот. Говорите. Но даже после встречи и рассудительной беседы, жильцы многоэтажки все равно остаются недовольны. Единственное, о чем сейчас они могут думать, о опасной ситуации, в которой оказался их дом. Марк Бышко, Карат Рашидов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Известна возможная причина смерти двухмесячного Давида Водинцева. Напомним, ребенок умер после плановой проверки в поликлинике. Врачи отмечают, что это самый загадочный случай младенческой смертности. Предварительный диагноз Водинцева Давида, врожденный порог сердца под вопросом, острая пневмония под вопросом, острая дыхательная недостаточность, врожденные пороки развития центральной нервной системы под вопросом. Все это говорится сейчас, когда лечить уже некого. Беременности и роды мамы Давида протекали без особенностей. Он родился у молодых и здоровых родителей. На двух месяцев никаких патологий у ребенка обнаружено не было. Не жаловались на настроение ребенка и родственники. Он регулярно наблюдался медицинскими работниками, поликлиники, участковые службы. В месяц один раз приходили на прием, прибавил вести. В связи с достижением двухмесячного возраста был приглашен на плановый осмотр и прививку, где после странного крика ребенка вдруг обнаружили страшный диагноз – врожденная патология сердечно-сосудистой системы. После чего он срочно был отправлен в реанимацию, где скончался через 10 часов. По факту, Управление здравоохранения Коронетской области продолжает служебные расследования. При отсутствии жалоб матери врач обнаружила сонос носогубного треугольника, учащенное дыхание, учащение пульса. Учитывая состояние ребенка, прививка ребенку не сделана. Ребенок незамедлительно был переведен в детское отделение центральной больницы города Шахтинска, где при осмотре незамедлительно переведено реанимационное отделение, где были проведены лечебно-диагностические мероприятия. Вызваны областные специалисты из города Караганды. Проведена коррекция лечения. Но несмотря на приводимые мероприятия, ребенок в этот же день, 14 января, умер. Проведено патологоанатомическое вскрытие. В настоящее время материалы находятся на дообследовании. Пока родители не знают, подавать ли на врачей в суд. Результаты вскрытия еще неизвестны. На это уйдет несколько месяцев. Скончалась одна из пострадавших при пожаре в кафе Джессис. Ее состояние изначально расценивалось врачами как крайне тяжелое. Как известно, газовый баллон, из-за которого произошло возгорание, был установлен в кафе незаконно. Напомним, взрыв произошел в кафе, расположенном на первом этаже дома печати. В тот день в клинику имени Макожанова поступили 7 человек. Состояние одной из пострадавших врачи оценили как крайне тяжелое. Она обгорела на 70% и получила поражение дыхательных путей. Надежды на выживание почти не было. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 188 Уголовного кодекса «Неосторожное уничтожение или повреждение тяжелого имущества». По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Назначены все необходимые экспертизы. За олимпийские медали в Сочи, которые стартуют 7 февраля, будет бороться и казахстанская сборная. Караганду представит единственная спортсменка Екатерина Айдова. Однако не все жители нашего города об этом знают. Почему узнавал Николай Кровец. Мастер спорта международного класса нашей страны по конкобежному спорту Екатерина Айдова уже готова представить нашу страну на Олимпиаде в Сочи. Первый старт ожидает Екатерину спустя 4 дня со дня открытия соревнований. Спортсмены стартуют на дистанции 500, 1000 и 1500 метров. Первый забег состоится 11 февраля. Бывший начальник управления спорта по Карагандинской области Нургазы Жиролгапов знает, как возрождался конкобежный спорт в шахтерской столице и как открывали отделение в интернате для одаренных в спорте детей. Он видел тренировки Екатерины Айдовой вместе с ее личным тренером Сергеем Лоскутниковым. По словам Нургазы Жиролгапова, Екатерина давно хотела переехать в другую страну. Однако любовь к родине, в которой она родилась и выросла, не позволила ей покинуть родину. Только почему-то сегодня в городе ни на одном билборде нет информации о том, что Екатерина Айдова представит Казахстан на Олимпиаде в Сочи. Со слов ее друзей, возможно, из-за этого ее все еще не покидает мысль покинуть Караганду. Ведь любому переуспевающему спортсмену нужна активная поддержка своих земляков. Такие, как Айдова, это патриоты. Поэтому одно дело хвалить ее, а второе дело условия создавать, чтобы она могла хорошо жить, хорошо питаться, учиться нормально, чтобы о ней не забывали. Сегодня, к сожалению, ни одного билборга нету с ее фотографией, что она единственная участница с Караганды, которая будет в Сочинской Олимпиаде участвовать. Казахстанский легкоатлет Дмитрий Карпов рад за свою землячку Екатерину Айдову и желает ей больших успехов на Олимпиаде. Его знакомство с ней произошло в спортивном интернате Караганды, и он всегда видел в ней победительницу. Надежда вся на Катю, потому что Катя простая девушка, которая с самого начала с низов проходила все через огонь, воду, своим трудом, потом заработала лицензии. Я думаю, что я верю, что она будет в призах, и хотел бы пожелать ей быстрой дороги, быстрых коньков, скользкого льда, чтобы именно быстрых секунд, потому что у них как обежный спорт, в принципе, как легкая атлетика, как спринт, бегать. Мы опросили горожан, знают ли они о том, что их землячка представляет Караганду на мировом соседании в Сочи. Ответы были разными. Основными соперниками в женском конкобежном спорте являются американки, канадки, голландки, кореянки и китаянки. Напомним, на предварительных стартах в рамках чемпионата мира по конькобежному спорту, состоявшемся в Японии, наша спортсменка в общем зачете заняла восьмое место. Пожелаем ей удачи и на Олимпиаде в Сочи. Екатерина Айдова, Казахстан, Олдар! Николай Кровецкий, ратор Шитов-Бахтя Руспанов, первый Карагандинский. Прошел ровно год с момента авиакатастрофы по Далматы. 29 января 2013 года разбился самолет «Шелленджер-200» авиакомпании «Скат», летевший из Кокшетау. Крушение произошло возле села Козелтау Ильевского района Алматинской области. В результате погибли 21 человек, 16 пассажиров и 5 членов экипажа, 20 граждан Казахстана и 1 киргизии. Никто не выжил в этой авиакатастрофе. Среди жертв был новорожденный ребенок, пенсионер и подполковник полиции, предприниматели. Было принято решение, что семьям погибшим будет оказана материальная помощь по 1 миллиону тенге от акиматов районов и городов, где жили погибшие, и 3 миллиона тенге от авиакомпании «Скат». В аякатастрофе погибли и два карагандинца – командир экипажа Владимир Николаевич Евдокимов и бортпроводница Ирина Николаевна Кривоносова. В годочину гибели родные и друзья пришли помянуть своих близких. Спустя год после трагедии так и неизвестны окончательные итоги расследования, пока придерживаются официальной версии о неисправности материальной части. Эта трагедия стала болью для всех казахстанцев. Распоряжением президента республики Казахстан 31 января 2013 года был объявлен днем общенационального траура. Ирина Кривоносова с детства мечтала летать, как и ее отец. Николай Иванович нет-нет, да и укоряет себя, что сам устроил ее на работу. Все о будущем думают и думают, что будет все хорошо. Получается не всегда, что мы хотим. Мужские слезы вызывают только уважение. И хоть авиакомпания выполнила все свои обещания, не бросила семьи погибших в беде, но вернуть дочь мужа уже невозможно. У Владимира Евдокимова три дочери и внуки остались без отца и деда. Это самое страшное было в этой жизни, когда первые секунды, когда дочь мне позвонила и не могла вымолвить слово, не могла что-то сказать. И для нее так было страшно это говорить. И когда на работе это мне сказали, у меня вообще мир перевернулся и все упало из-под ног. Это самые страшные секунды были в моей жизни. Владимир Евдокимов был полон сил и энергии. Он был центром большой семьи. Вова у нас такой внимательный. Он для всех делал добро. Он для себя что-то не сделает, но сделает для других. В канун годовщины трагедии в Алматинской области появился мемориал памяти жертв крушения самолета «Челленджер-200». Инициаторами возведения «Стеллы» стала авиакомпания «Аскад», которой принадлежит разбившийся борт. Открытие памятника запланировано на 29 января в годовщину авиакатастрофы. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. 46 тысяч долларов оценил свою любовь молодой карагандинец к 64-летней гражданской жене. Суд не стал разбираться в романтических отношениях. Из-за воростов в особо крупном размере приговорил любовника к пяти годам лишения свободы. Больше года 64-летняя Жебек счастливо проживала в гражданском браке с молодым человеком. Одно портило отношения. Пенсионных денег не хватало, а работать любовник не хотел. Но он придумал, как выйти из положения. Уговорил Жебек продать трехкомнатную квартиру и купить однушку. И на оставшиеся деньги счастливо жить и продолжать романтические отношения. План удался. Только 46 тысяч долларов молодой человек выкрал у своей визави. Естественно, долго он не погулял. Что интересно, на суде Жебек просила отдать вора ей на поруки. Но суд оказался не таким мякосердечным и не внял даже слезам убитой горем женщины. Пять лет молодой человек будет вспоминать о своей любви из мест не столь отдаленных. Действительно, любовь зла. Некоторым питомцам карагандинского зоопарка полюбился новый десерт. На днях щедрые спонсоры угостили животных мороженым. Чем еще питаются братья наши меньшие, зимой узнавал Николай Акровец. Хлеб – это каша, обязательно каша. Идет с добавлением рыбьего жира. И каша идет с добавлением обязательно растительного масла. Специальный питательный рацион в карагандинском зоопарке разрабатывается для тех животных, которые сидят на улице, то есть находятся в летних клетках и вольерах. Например, для медведей всегда есть хлеб, который подается с медом и вареньем. Полезна для косолапых и селедка. Она подается каждый день. Почему идет морская рыба? Потому что она богата микроэлементами, витаминами. И опять же сельдь – это одна из самых жирных пород рыб. То есть стараемся дать наибольшее количество жиросодержащих кормов. Это касается и фазанов, которые на улице. Для них мы даем семечки. Когда на улице температура опускается до минуса 25 градусов и ниже, 50% каждодневного рациона составляет мясо. В нем нуждаются как хищные, так и копытные животные. Также им дается ячмень, овес и другие пшеничные культуры, которые несут большую калорийность. Каждый день в рацион питания обезьян входят яблоки, апельсины, бананы, киви. Но последнее время щедрый спонсор предоставил биомороженое. В отличие от всех других обезьянок, здесь рацион еще более утонченный. Потому что и сами обезьянки не очень просты. Дополнительно обязательно мы покупаем для них огурцы, обязательно покупаем их любимый виноград. В целом животные карагандинского зоопарка сильные морозы переносят спокойно. Особенно легко адаптированы к нашим условиям лошади и пони. Питаются, как обычно, вот КРС, отруби, овощи некоторые добавляем, примиксы, чтобы как бы витамин заменяющий. А в основном они уже в нашим условиям, вот карагандинский, именно вот привыкшие уже, адаптированы полностью уже. А для того, чтобы питомцы чувствовали себя более комфортно и не впали в зимнюю депрессию, для них всегда заготовлено сладкое лакомство. В этом они не отличаются от людей. Николай Кровецкий, Рат Рашитов, Бахтя Роспанов, Первый Карагандинский. В период с 31 января по 2 февраля на большей территории Карагандинской области ожидаются сильные морозы. Населению рекомендуется одеваться в соответственно погоде, а вот школьникам придется пропустить занятия. Согласно приказу Министерства образования от занятий освобождаются Учащиеся с 1 по 4 классы, если температура воздуха минус 25 градусов при ветре 2 метра в секунду. Учащиеся с 5 по 9 классы, если температура воздуха минус 27 градусов. Учащиеся 10-11 классов, если температура воздуха минус 30 градусов. С 31 января по 2 февраля занятия отменены для учащихся с 1 по 11 класс. Мы пользуемся приказом Министерства образования о температурном режиме занятий в организациях образования. Этот приказ 2006 года номер 509. Там чутко и ясно сказано о том, при какой температуре дети должны находиться дома. Естественно, те занятия, которые дети пропустили по какой-либо причине, может быть это по причине морозов, может быть по причине болезни, они отрабатываются в каждой школе индивидуально. Это могут быть совмещенные уроки, это могут быть интегрированные занятия, это могут быть дополнительные уроки после занятий, а также за счет вариативной части возможно вполне повторение того или иного материала. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Это все новости на сегодня. До скорых встреч, Аман Сау-Волгс. Редактор субтитров А.Семкин